Здравствуйте! В эфире программа «Персональный акцент». В сегодняшний период в политической жизни нашей страны можно обозначить простым вопросом. А что дальше? Более того, этот вопрос молдавских избирателей к политическим партиям, получившим депутатские мандаты, адресовал и президент Молдовы Игорь Дадон, предлагая в ходе консультации с парламентскими фракциями сообщать ответить на него гражданам страны. По-своему и мы попытаемся поискать ответ на этот вопрос с нашим гостем, доктором права и советником президента по межэтническим вопросам Сергеем Мишином. Здравствуйте! Добрый вечер! Основываясь на выводах экспертного сообщества, мы здесь в редакции наблюдаем за тем, как в разных эфирах или в печати появляется анализ политических аналитиков, происходящего сегодня, вот этого политического момента. понимаем, что, ну, как отзыв политических аналитиков или политологов, или точнее оценка их, делится сразу на три каких-то составляющих. Ну, первая, часть политического сегмента, часть депутатов, или, будем говорить, так сказать, одна фракция вызывает сочувствие, другая со своими предложениями недоумения, а третья со своими поступками некоторую брезгливость. И вот буквально недавно произошла такая, или была опубликована такая неуклюжая попытка, наверное, извиниться за тех своих однопартийцев, которые, ну, не протянули руку президенту страны. Они, сославшись якобы, они вот предупредили протокольную службу, что они против всяких объятий, там, лабызаний и тому подобное. Хотя, мне кажется, сегодня это уже далеко не брежневские времена, когда принято было по 10 раз поцеловаться с гостем. И сегодня это просто часть протокола, дипломатического протокола, государственного протокола. Тем не менее, вот это так. И, ну, это моя ремарка, мое такое вступление затянувшееся. Вот, хотелось бы узнать вашу оценку проходивших встреч у президента. Я уверен, что вы наблюдали за тем, наблюдали изнутри, и вам, может быть, части где-то было виднее увидеть разрез этих процессов, нежели нам, журналистам, когда мы уже оценивали происходящее по заявлениям, которые звучали после встреч с президентом. Ну, во-первых, я бы хотел отметить правильность поступка нашего президента, потому что он посмотрел на ситуацию поствыборного, которая сложилась у нас, и увидел, что 30 дней прошло с момента выборов, и ни одна партия не села за стол переговоров и не начала вести какой-то диалог о создании большинства или коалиции. Он понимал, что это тупиковая ситуация, и так как он и в избирательном процессе был над схваткой, он же не участвовал как кандидат в предвыборных гонках, и он сразу объявил, что я не участвую, я буду следить как глава государства над этой схваткой. В том числе и в поствыборный период он занял такую же позицию, и на сегодняшний момент все отмечают, что это правильная позиция, и он решил быть тем медиатором, который соберет пока по отдельности эти партии и выяснит у них, ребят, вот вы получили определенное количество молдатов, да, первая, вторая, третья партия. Причем я хочу немножко сделать ремарку, он пригласил не фракции парламентские, которые сегодня находятся в парламенте, да, потому что там есть еще одна фракция. Он пригласил непосредственно три самые большие партии, которые получили большинство мандатов, и которые на сегодняшний момент способны создать большую коалицию. Это партия социалистов, которая больше всех мандатов имеет, это партия демократов, и блок КУМ. На момент, когда он приглашал блок КУМ и выступал в понедельник на брифинге, он его приглашал как блок. То есть никто не подразумевал и не знал, что они за три часа до встречи... Поделятся сразу, распачкуются на две фракции. Ну, как вы понимаете, от них это тоже стоило ожидать, что они распадутся на две фракции. Но соус, под которым они это преподнесли, он может быть и правильный, и логичный. Почему? Потому что они сказали, что это был как бы избирательный блок, состоящий из двух партий. С момента валидации мандатов, естественно, он прекратил свое существование, и сейчас мы две фракции уже, а не две партии, которые также объединяемся в один блок. Но в любом случае, если вы объединяетесь в один блок, и если вас 26, то он приглашает это единым, не отдельно каждую фракцию, а единым блоком. И вот этот шаг и был сделан. И, конечно, то медиаторство, которое начал Игорь Николаевич, он выслушал сначала партию социалистов. И вот многие осуждают, что, ну, зачем он их пригласил, как будто он не знает их планы. Да, он связан с партией социалистов, но он не ее руководитель. У них есть своя фракция, у них есть свое руководство. Они решают самостоятельно, какие шаги и какие планы они будут выстраивать. Поэтому он о всех планах, что делают социалисты и что намерены делать в будущем, конечно же, не знает. И он пригласил ровно по убыванию, чтобы тоже не говорили, что он кого-то выделил или кого-то унизил. То есть социалисты сегодня имеют 35 мандатов, правильно? Это самая большая фракция в парламенте. Он их пригласил первыми. Это как раз ответ, наверное, Юрий Ничиня, малообразованных журналистов, которые как-то в прессе отметили, что президент пригласил в собственном порядке их, сначала поговорил с партией социалистов, потом с такими-то. Хотя, мне кажется, здесь было накануне, президент на брифинге озвучил, что приглашают партии по представительству, по количеству мандатов, завоеванных в парламенте. Он ровно так и пригласил. Социалисты имеют 35 мандатов, то есть больше всех. Они шли первыми, потому что это правильно, от самой большой фракции сначала услышать предложение и шаги, которые готовы предпримить. Второй он пригласил партию демократов, потому что у них 30 мандатов. И третий блок ОКУМ, у которых 26 мандатов. Все было расставлено четко и положено. По поводу поведения определенных партий, вот вы упомянули по блоку ОКУМ, конечно, у нас в стране, и не только у нас в стране, это в общем мировое признание, есть протокол. И если президент страны, мы сейчас не говорим о личности, он президент государства, за него голосовали так же избиратели, как и за вас, за всех депутатов, которые находятся в здании. Если он протягивает руку, тем более первым, вы должны ответить на этот жест так же. А не дергать, знаете, как черт от Ладана, нет, я с вами не хочу. Как вы к нему относитесь, как к Персоне, как к Игорю Додону, это должно остаться в стороне, за дверью. Вы пришли на встречу к президенту государства. Если вы пришли на эту встречу, вы признали, что он является лидером данного государства. Он является президентом страны. Но я так подразумеваю, у нас блок ОКУМ зеленый в политической сфере, и тем более в протоколе. То есть мы сейчас даже не будем говорить о элементарных, этикетных нормах, которые в здоровом, нормальном обществе приняты. Мы говорим о протоколе государственном. То есть о законотворчестве, возможно, да? Даже не законотворчестве, а это протокол, понимаете? Вот дипломатически его можно назвать, государственный протокол. То есть элементарно даже когда президент входит в зал, люди все должны встать. Это общепринятая норма мировая. Так в любой нормальной стране, в любом нормальном демократическом государстве. Когда заходит глава государства, все должны встать. И неважно, он заходит в парламент на заседание, либо он заходит в зал, где какой-то фестиваль происходит, все люди приветствуют его стоя. Дальше ты можешь аплодировать, ты можешь не аплодировать, это уже твое, но встать ты обязан. Это гласит протокол. Поэтому осуждать людей, что они сделали это преднамеренно, или сделали это так, мы слишком много честей им будем делать. Поэтому я думаю, что этот момент мы упустим. Самое главное, что действительно многие гадали, придут все или не придут все. Понятно, что партия социалистов пришла в виде представительства главы партии, и двух секретарей по идеологии, и исполнительного секретаря, высоким уровнем. Пришла демократическая партия в виде председателя и двух заместителей, то есть самый высокий уровень. И блок ОКУМ, соответственно, также пришел на уровне двух председателей, ну и с собой привел группу депутатов, которые, скажем так, уже являются замами. И сопровождающие лица. Да, и сопровождающие лица. Диалог, скажем так, был сложный. Я не могу сказать, что он нам раскрыл уже все скобки, и мы сегодня можем сказать, куда мы пойдем дальше, и каким образом мы пойдем дальше. Но и в этом не было самой цели. То есть господин президент услышал позиции и путь дальнейшего развития нашего государства от партии социалистов. Он услышал позиции и путь дальнейшего развития от партии демократов. И он услышал позиции и путь дальнейшего развития от блока ОКУМ. Причем из всех вот этих переговоров, которые произошли, кадровую расстановку рассматривал только блок. Но он это официально и заявил в час дня, когда они проводили брифинг. То есть что они претендуют на председателя парламента и премьер-министра. Ну, вы знаете, и плюс вот этот пакет законопроектов, которые они зарегистрировали в канцелярии парламента. Рассматривать вот эти позиции сразу вот так вот, ну, лицом к лицу к президенту, да, они высказали, это их право, и правильно они сделали. Но на что господин президент, на мой взгляд, правильно поступил. Он сказал, ребят, вот у вас есть притязания по законопроектам, да, и есть должностные притязания. Говорить о каких-то должностных притязаниях сегодня рано, тем более о правительстве. То есть нам сначала надо сформировать парламент, структуру парламента. Руководящие органы. Вообще всю структуру, не только руководящие органы. Вот многие заблуждаются, что нужно в парламенте только руководящие органы. Нет, нужны председатели, замы, потому что председатель парламента, он инициирует законодательную процедуру. То есть только он может подписать те законопроекты, которые вы подали, которые вы зарегистрировали. Он их должен распределить. И вот только с момента, когда он напишет, такая-то комиссия должна рассматривать, начинается законодательная процедура. Да, но комиссии еще надо сформировать. Нет, нужно сначала бюро сформировать парламента, потом комиссии все сформировать парламента, и уже после говори о каком-то законотворчестве, о каком-то принятии законов. Тем более, когда они предложили законопроекты, ну, часть, конечно, имеет смысл жизни для парламента, но есть часть законопроектов, которая не имеет отношения к парламенту. Допустим, к должности прокурора. Прокурор не подчиняется парламенту на сегодняшний момент. Ведь как в процедуре происходит назначение и отзывы генерального прокурора? Совет прокурора, который сегодня существует, должен сделать предложение президенту об отзыве этого прокурора, а потом рассмотреть на конкурсной основе новые кандидатуры и из них выбрать одну, которую должны предложить президенту для назначения. Так был принят закон о прокуратуре новой. То есть к парламентской деятельности это не имеет никакого абсолютно значения. Получается, неподготовленность какая-то? Ну, тут есть, да, вот они вот пришли, вот нам надо поменять генпрокурора, мы регистрируем законодательную инициативу, там отозвать судей конституционного суда законодательную инициативу, но опять, даже если мы говорим о судях конституционного суда, ребят, это не прерогатива парламента. Почему? Потому что парламент назначает в конституционный суд только две кандидатуры. То есть вы в парламенте можете рассмотреть отзыв только двух судей конституционного суда. Двух должно назначать правительство, соответственно, оно должно отозвать, но для этого его нужно сформировать. И двух – высший совет магистратуры, который также должен их отозвать и предложить новые кандидатуры. Понимаете? То есть есть в некоторых предложениях, которые разработал и положил на стол блок КОКОМ, нестыковки. Но и у партии социалистов, как председатель партии сказал господину президенту на встрече, есть тоже ряд законопроектов, в том числе и по прокуратуре, изменения определенные, и по конституционному суду, и по социальным блокам. Потому что у нас, я понимаю, что мы хотим сегодня очистить определенные органы от влияния, но есть и социальные вопросы, которые сегодня необходимо решать срочно. Это пенсии, это зарплаты, это увеличение. Тем более в госсекторе, исходя из той реформы, которая была сделана, есть проблемы с начислением заработных плат. Есть в образовании проблемы, где учитель, благодаря реформе, получает сегодня даже больше, чем директор школы. И директору школы, имея дополнительно административные функции, он начинает получать меньше зарплату. Он говорит, ребята, не хочу я быть директором школы, я пойду простым учителем. Мне это будет выгоднее с финансовой точки зрения. Надо эти моменты сегодня срочно регулировать. Понимаете? Нам надо решать проблемы с газовой, которые у нас могут вот-вот возникнуть и лопнуть как мыльные пузырь. Да? Наши все договоренности, которые мы имели. А контракт по газу заканчивается 1 января 2020 года. Соответственно, нужно быстро сформировать правительство, которое поедет в Российскую Федерацию, которое будет решать вопрос с Газпромом. Как его продлевать, на каких условиях. То есть, есть масса вопросов социального характера. И блок законопроектов у социалистов готов по этому вопросу. Срочный. То же самое по структурной работе правительства. Также есть блок законопроектов. И по реформе юстиции. Также есть блок законопроектов. И господин президент, когда услышал, что у одной стороны есть блок законопроектов, и у другой стороны блок законопроектов, он говорит, ребят, вот они же вас позвали, пригласили. Причем они же не сказали вам четко, что вот приходите сюда в такое-то время, если не придете, все, мы с вами не хотим разговаривать. Нет. Они сказали, мы вас приглашаем в такое-то время, в такое-то день, в такое-то место. Если вас не устраивает время, место, день, назовите вы. Давайте согласовывать. Назовите вы, куда прийти, во сколько и когда. И давайте сядем за стол перегородов. А может быть, среди этих законопроектов есть у вас идеи этичные. И вы тогда договоритесь. И начните хотя бы с этого. Но начните этот диалог. И вы понимаете, вот исходя из этих трех встреч, и даже по тем заявлениям, то, что мы увидели на брифингах после этих встреч, понятно, что пока, наверное, сегодня, еще не все политические силы, которые находятся в парламенте, готовы к нормальному началу диалога. Исходя из этого, поэтому господин президент и пошел на шаг, чтобы следующий раунд переговоров, как медиатор, сделать круглый стол уже, но не с каждой партией в отдельности, а посадить их за один стол. И сказать, ребят, вот опять, мы не знаем сегодня, придут и партии, нет объявлений, да, никто не заявил, не выступил ни с каким обращением, либо заявлением, что нет, мы в этом не будем участвовать, да, или мы будем участвовать. Причем он четко сказал, я назначаю на вторник, 2 апреля, 12.00, в той же резиденции, на Йорго-23, встречу всех трех партий, которые могут сформировать сегодня коалицию. И уже там он надеется на что? Он надеется, что может быть, если они до 2 апреля, ни одна из этих трех партий не найдут общий язык с другой, то может, когда он их посадит за один стол, и вот да, как стол переговоров, вы выскажите, какие у вас предложения, притязания на должности, что вы хотите в первоочередное, какие законопроекты. Этот скажет, да, вторая партия скажет, вот у нас какие-то законопроекты, какие-то притязания на должности, вот эта, третья партия, также пакетом выскажется. И может они тогда друг друга хотя бы вот в этом ракурсе услышат. Не с трибуны, да, кричать, что вот мы хотим это и точку. Не, это, ну вот знаете как, я пришел, сказал, так, я хочу вот так и точка. Все, если вы согласны, придите в парламент и проголосуйте. Так, подождите, прежде чем прийти в парламент, вы придите. А почему, вот, меня удивляет, да. Если у вас есть какая-то позиция, если вы хотите продвинуть какой-то вопрос, вы обещали это избирателям, почему вам не прийти к другой партии и сказать, ребята, мы обещали избирателям, мы вот ставим четыре вопроса на стол и мы жестко говорим, что вот эти четыре вопроса должны быть решены. Давайте найдем как. Оттуда пойдут какие-то предложения, может там нужны какие-то корректировки тех же законопроектов. Ну, с учетом того, что очень много схожих было заявлений, так сказать, озвучено в предвыборный период, я имею в виду, что многие говорили о том, что они за свою страну, они за улучшение качества жизни, они за улучшение качества образования, они за рост экономических показателей, за то, чтобы вернуть нашему сельскому хозяйству, так сказать, гордость отечественного производителя. Все это было практически в политических заявлениях и в предвыборных платформах, так или иначе прописано. Дальше уже появлялись какие-то политические цели и задачи, но здесь, опять же, достичь их можно только посредством улучшения, опять же, жизни граждан, которые продолжат себе реализовывать мандат депутатский, и понимают, что да, ты отставишь их позиции. Но у нас, мне кажется, часто происходит иначе. Избиратель более самостоятелен в своем выборе, чем те политические партии, которые появляются в парламенте, вдруг оказываются, ну, знаете, такими, ну, если не марионетками, то, во всяком случае, извнеуправляемыми. Вот я о чем хотел бы сказать. Смотрите, буквально сразу после того, как прошло первое заседание парламента, появились в прессе заявления сначала дипломатического представителя Государственного департамента США здесь, в Республике Молдова, мистера Хогана, о том, что да, нужно вот сохранить тенденции развития политического характера. А потом появилось посла, так сказать, заявление румынского посла о том, что нужно сохранить строгий вектор движения в Европейский союз. И как можно это расценивать, как, например, не желание, что ли, управлять теми, кто декларирует, опять же, вот эти ценности, но в то же место становится как бы зависимым от вот этого политического диктата. И хорошо сказала по этому поводу представитель МИДа российского, говорит, я позволю себе процитирую, представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала открытое письмо посла США в Молдове Деррика Хогана, ну, буквально, вмешательством внутренних дел Молдовы. Дело в том, что, ну, вот это было так сделано, видимо, со стороны американского представителя, представителя американской дипломатии, настолько безапелляционной, что, в общем-то, иначе, видимо, другую оценку дать было сложно. Ну, вы знаете, то, что выступил посол Румынии, сказал, что у нас вектор только европейский он видит, ну, это я бы не сказал, не отнес к тому, что это как управление, да, это, ну, это позиция Румынии, которую мы знаем давно, и, в принципе, тот электорат унионистский, который сегодня существует в Республике Молдова, он этим и жизнится постоянно, да, что вот у нас только в Европу, и мы только европейские направленные должны быть, ну, естественно, румынское посольство это и поддерживает, и сама страна Румыния. Хотя по заявлениям господина президента Румынии, который говорит, что раньше, если еще хоть как-то говорилось, да, что мы единый народ, то последнее будет заявление о том, что нет, все-таки мы два разных народа, и что об объединении пока нет никакой речи, оно как-то противоречит, да, заявлением румынского посла. А вот касательно, конечно, вот этого открытого послания господина Хогана, который сделал, ну, во-первых, так нагло диктовать, действительно диктовать Республике Молдова, все-таки мы независимое, суверенное государство. Он же своим открытым письмом мало того, что сказал, какая направленность должна быть в Республике Молдова, если кто-то прочитал полностью его заявление, он четко говорит, что нужно бороться, деархегилизацию делать, да, и блока КУМ говорит о том, что надо принять законопроект, что нужно бороться с коррупцией, тоже законопроект, понимаете, то есть если мы сейчас вот так этапно пойдем и будем смотреть, что заявлял господин Хоган, то это как раз идет как программа действия блока КУМ, да, и вот это, вот, понимаете, мы-то, ну, обыватели, простые граждане, может быть, в этом и не увидели бы ничего схожего, да, но все-таки как государственные служащие это прослеживается, взаимосвязь, ну, и в России, в МИДе работают тоже специалисты, и тоже они заявление умеют читать между строк, любое, тем более открытое, такого рода, это же открытое письмо, послание, которое растиражировалось всеми СМИ Республики Молдова, и, вы знаете, меня удивляет, почему, вот, ну, как претензию можно высказать России, почему она так долго молчала с заявлением, почему госпожа Захарова не сделала это ранее, потому что господин Хоган, извините, это заявление сделал до начала консультации господина президента со всеми тремя партиями, и мы это с вами прекрасно прослеживаем, да, вот, ну, Россия, как бы, ну, в любом случае, посмотреть на то заявление, которое сделала госпожа Захарова, я не могу с ней не согласиться, действительно, зачем вы прямую диктуете суверенному государству, как себя вести и что нужно делать, это является прямым вмешательством в дела государства, если вы хотите кого-то поддержать, если вы хотите кому-то помочь, да, есть другие методы, способы, как это делать, но, извините, в суверенном государстве, когда посол США выходит с такими открытыми письмами, которые тиражируются на всех телеэкранах и печатных средствах массовой информации, ну, получается, вы знаете, к моему великому сожалению, что они считают нас просто своей колонией, но Соединенные Штаты... Да, но господа из Соединенных Штатов Америки должны себе осознавать очень четко, что мы не являемся колонией США и никогда ее не были, и что я понимаю, что они очень бы хотели, чтобы здесь и натовские войска были, и у них это план действий, и то, что на Украине творится, мы видим, и какие заявления делает посол США Украины там, да, перед выборами президента Украины, ну, я понимаю, что это их жесткая политика, что они пытаются привить нашему населению, нашим гражданам через местных политиков какую-то, даже не какую-то, а вот эту антироссийскую риторику, но они должны не забывать, все-таки у нас большинство населения, проживающего в Республике Молдова, не сторонники НАТО, и никогда их не были, и блок, о каком военном блоке вступления, тем более, речи не идет, и не может идти, и господин президент, когда на Мюнхенской конференции представлял свой план по международной взвешенной политике, он четко сказал, что возможно существование Республики Молдова как независимого государства только при соблюдении нейтралитета, то есть это подразумевает, что мы ни в какой военный блок, ни при каких обстоятельствах ходить не будем, и соответственно поддерживать его не будем. Да, пожалуйста, если вы хотите обучить наших солдат военному делу, чтобы они приняли учения, это мы только за, это за, когда наших людей будут обучать чему-то хорошему, и это нормально, если мы сегодня будем от тех же Соединенных Штатов Америки, у них тоже есть много полезных, хороших вещей, которые можно перенять как опыт и внедрить в Республику Молдова. В том же Европейском Союзе есть много полезных, хороших вещей, которые можно перенять и естественно применять в Республике Молдова. Но мы не должны это делать против кого-то, мы должны дружить со всеми, это и есть нормально сбалансированная внешняя политика. И в России есть много вещей, которые можно перенять и применять в Республике Молдова. И в Белоруссии есть много вещей, где можно перенять, и в Казахстане, почему мы не можем, в Китае там же есть много, почему мы не можем с каждой страны брать лучшее и применять в Республике Молдова. Ведь если мы возьмем со всех стран то самое лучшее и применим в Молдове, наши люди что начнут делать? Жить лучше, получать достойные заработные платы. Люди начнут поверить в эту страну, станут патриотами этой страны, перестанет быть отток граждан из Республики Молдова, а наоборот, может быть, нам удастся, если здесь будут хорошие рабочие места и хорошая оплата для населения, и хороший соцпакет для каждого гражданина, нам удастся вернуть население. Может быть, мы с наших двух, там, двух-двести миллионов, которые имеем сегодня, опять вырастим до тех четырех-четырех с половиной, как мы были в Советском Союзе, когда была Молдовско-Советская Социалистическая Республика. Ведь тогда все жили и было четыре с половиной миллиона. Была экономика. Правильно? Так нам вот это первостепенно, понимаете, вот США нам политически советуют, что делать. Ребят, может, вы не политически будете советовать? Вот у вас есть там развитие экономическое, может, вы нам эту модель предложите? Вот подскажите нам, как экономически выйти из кризиса, как поднять экономику страны? Не надо нам рассказывать, кого с кем объединять. Помогите нам... Поделитесь хотя бы отверточным производством, либо еще каким-то... любые, любые. Либо давайте так, не лезьте вы в политический конгломерат, а лучше проинвестируйте в открытие трех заводов. И это будет более эффективно. Как раз вот не лезьте, я готов согласиться, ведь смотрите, выбором 24 февраля нынешнего года предшествовал тот период, в котором, в общем-то, достаточно активно ощущалось влияние американских администраций. Ведь смотрите, лидеры политических партий парламентского большинства того периода летали в Вашингтон на консультации, общались с Европейским Союзом, которым сегодня, наверное, только ленивый не отметит, как проамериканское лобби в Европе. Более того, даже советники или там те, кто приезжал давать нам советы, мягко говоря, советы, даже не выходили из аэропорта. Видимо, достаточно было одной поездки Меркель по дороге, которую якобы реставрировал Филат, и уже просто расхотелось ездить в столицу. Достаточно в аэропорту высадиться, еще, видимо, гладкая взлетно-посадочная полоса, и дать какие-то указания и улететь. Но ведь именно вот под таким контролем, под таким влиянием, при таком тесном общении с представителями американской администрации, у нас вырос долг до двух миллиардов, у нас безвозвратно исчез миллиард, непонятно, то есть распылился в каких-то карманах, у нас более 200 школ закрыто, и это как раз при участии, при непосредственном участии той же Майя Санду, которая руководила сферой образования, у нас самые низкие пенсии, у нас самая высокая, одна из самых высоких смертностей в результате болезней, и онкологические в том числе, у нас, ну, будем говорить, высочайший уровень бедности населения, это тоже, опять же, мне кажется, прежде чем что-либо советовать нам, мне кажется, для начала вы извинитесь за то, что натворили. Ну, давайте так, я так думаю, что многие парламентарии европейские из-за вот этих вот реформ, которые проводились в Республике Молдова сегодня поплатятся. Почему я так говорю? Потому что в Европарламе сейчас также проходят выборы, и вы сами понимаете, что конкуренты друг с другом будут сейчас поднимать все, что есть. И, естественно, Молдова и Украина, то есть мы две страны в данном случае, будут ставиться тем европарламентариям, которые голосовали за определенные там транши, за проведение реформ, утверждение реформ, за создание, да, стран, за создание, да, с историей успеха. Им же будут сейчас это ставить в пику. И вот как будут люди, вот эти евродепутаты сегодня, кандидаты, да, выкручиваться, очень-очень-очень большой вопрос. Ну, Америка не извинится никогда, она никогда ни перед кем не извинялась, мы это прекрасно знаем, вон, Югославию разбомбили, в Сирии, как раз 20 лет буквально, недавно. В Сирии также бомбежка прошла от них, в Ираке тоже натворили делов, понимаете, вы хоть раз слышали извинения от США за эти случаи. Ну, уже говорили, страна, производящая фейки. Вы помните, накануне иракской кампании, что в ООН, махали пробиркой с каким-то белым веществом, в итоге больше ничего не нашли. В Сирии было уничтожено все химическое оружие, но тем не менее, под видом борьбы с химическим оружием вводились туда иностранные войска. Вы же понимаете, прекрасно понимаете, вот они Россию в последнее время хотят выставить как агрессора, да, но в чем Россия агрессор, до сих пор никто не может видеть. Уже выясненность, последняя новость в том, что, в общем-то, оказывается, нет никаких связей между Кремлем и Трампом, вот в этом виновата Россия. Ну, у нас, понимаете, вот это вот во всем виновата Россия немножко уже даже надоедает. Вот честно говоря, надоедает, слушайте, ни одного реального факта, одни фейки, то есть мы не видим то, что мы делаем сами и всегда хочется сказать, ребят, вы сначала посмотрите в зеркало и что вы вытворяете, да, а потом кого-то в чем-то обвиняете. Вот. Но вот эта вот агрессивность против России, она уже оборачивается для Европы очень сильно плохо и не зря сейчас пошел большой конфликт между Европейским Союзом и США и Европейский Союз потерял очень много финансов из-за вот этих санкций, которые они вводили под натиском Соединенных Штатов Америки у них пошел конфликт. И понимаете, это естественно вот эта геополитическая война, которая происходит сегодня между Евросоюзом США и Россией не может не сказываться на нас. Но мы географически еще находимся так, что в зоне интересов всех трех стран. Но американцы, я понимаю, хотят бороться с Россией. Это их золотая мечта, вот холодная война с Советским Союзом, чтобы мы понимали, они вот даже когда была холодная война с Советским Союзом, они не боролись с Советским Союзом, они реально боролись с Российской Федерацией. Сегодня они сумели разрушить те 15 республик, которые были в едином государстве, и сегодня продолжается та же борьба с той же Российской Федерацией. Но они забывают одно, даже вот наш договор об ассоциации с ЕС. ЕС не нужны наша агрокультурная страна. То есть им не нужны наши овощи, наши фрукты. Это надо понимать. У них есть польская, у них есть турецкая, есть греческая, то есть те же страны Евросоюза, которые уже туда входят. цыгарных доноров Евросоюза. Те страны, которые сегодня входят в Евросоюз, они и так это производят. То есть мы сегодня интересны, наш товар экономический, мы интересны Евросоюзу на уровне производства. То есть это текстиль, это мелкое производство, которое еще осталось. Производство тех же обуви, фабрика Зореля, костюмов, чемоданов, кошельков. Вот мы чем интересны сегодня Евросоюзу. И этот товар идет туда. Те, но на этом страну не построишь. Правильно. То есть если Евросоюз так сильно хотел бы, чтобы мы вошли в него, они должны были сюда инвестировать в не агропромышленный комплекс, а в индустриальный комплекс. То есть сделать из нас индустриальную страну. Строить заводы, фабрики по производству определенных товаров. Это не произошло за последние 10 лет. Но в любом случае мы аграрная страна. И у нас очень много овощей, фруктов. Единственный рынок сегодня для сбыта это Российская Федерация и страны Еврозес. Не ЕС, а именно Еврозес. Потому что они исконно исторически являются потребителями данного вида товаров. И если у нас сегодня откроется рынок Еврозес и откроется рынок российский, у нас вверх пойдет агропромышленный комплекс. Это в свое родо и планирование. Здесь можно как раз понимать, сколько ты можешь посадить, потому что рынок России и рынок стран евразийского экономического сообщества в общем-то очень будем говорить не просто емкий, он огромен. Поверьте мне, если мы всю Молдову засадим даже яблоками, я сейчас только яблоки беру, всю Молдову, все земли, которые у нас пригодны, засадим яблоками, у нас все равно не хватит мощности обеспечить рынок Еврозеса. И мы это прекрасно понимаем. Ямал-Анецкий округ все съест. Но мы должны при этом понимать, если нам Россия и Еврозес сегодня откроет этот рынок, то вы посчитайте, сколько это рабочих мест, инвестиций и как заработает инфраструктура вся. Ведь в данном случае не будет работать, давайте приведем простой пример, винзавод, если ему открывают российский или евразийский рынок, ведь не только будет зарабатывать данный винзавод, а это будет и сельхозпроизводители винограда рядом, это будут те же, кто производят бутылку, пробку, этикетку, рекламные компании, перевозчики, те, кто поставляют и обслуживают оборудование на этом вице, вы посмотрите, какую сетку сразу захватывает только один завод, а если их будет 20, а если их будет 50, вы посмотрите, какое тогда количество рабочих мест вернется обратно в республику Молдова, и причем мы с вами прекрасно понимаем, что тогда средняя заработная плата при таком варианте, если есть гарантированный сбыт, будет не меньше, чем 7-8 тысяч лей, не менее, вот когда партия социалистов приходила с решением вопросов поднять до 500 евро заработную плату, вот это на чем лежало, что если мы реанимируем наш агропромышленный комплекс, зарплаты сами с собой появятся, а если мы выведем на минимальную заработную плату хотя бы 8-10 тысяч лей, и мы с вами прекрасно понимаем, что с этой заработной платы люди платят налоги, а это минимум процентов 28, которые будут уходить в бюджет страны, вот вам и деньги, которые появляются на повышение пенсий, на оплату и повышение зарплат учителям, медикам и другим службам, которые в этом необходимы сегодня. Мне кажется, следует добавить еще один аспект, ведь это будет в общем-то возможный процесс усиления такой политической стабильности в одной из стран, граничащейся Европейским Союзом, ведь рост экономики, стабильность жизни, спокойствие в политике, и в данном случае, мне кажется, Европейский Союз должен быть заинтересован, чтобы у границ существовали стабильные и спокойные государства. Мы не знаем сегодня, какая будет конъюнктура Евросоюза. Мы, к сожалению, сегодня должны констатировать факт, что должны дождаться выборов в Европарламент. В зависимости от того, какие силы придут в Европарламент, там уже будет меняться конъюнктура. Понятно, что те силы, которые сегодня находятся, по моему мнению, скорее всего, не придут в стопроцентном варианте, и риторика вот эта антироссийская, которая была до сих пор, проводилась там, она изменится. Вот в случае, если она изменится, тогда вот то, что вы говорите о спокойствии и жизни государства, которое находится по соседству с Евросоюзом, конечно, выйдет на первый план. И я очень надеюсь, что так оно и будет. То есть нам надо подождать еще два месяца, и как раз, может быть, за эти полтора-два месяца мы уже закончим нашу эпопею с формированием парламента и правительства, и там конъюнктура поменяется. И, конечно же, очень большая надежда, что мы разрешим все вот эти экономически-социальные вопросы, которые у нас существуют. Ведь наши политики, которые сегодня даже пришли к власти, неважно, они опытные или зеленые, пока они должны понимать одно. они должны понимать сегодня одно. Чем выше уровень жизни населения страны, тем меньше их ошибок в парламенте и правительстве будет это население замечать. Мне кажется, тогда и политический класс будет более ответственный. Когда при гражданах с высоким уровнем жизни выборы встраиваются иначе. Есть за что бороться. и может быть и даже участие в выборах будет более массовым. Потому что сегодня есть огромный элемент недоверия политическому классу, нежелание голосовать за тех или иных политиков. Потому что этот элемент недоверия поглощает человека практически целиком и диктует ему единственный выбор. Выбор ногами в сторону вокзала и дальше билет и чемодан. У нас еще хуже ситуация. К сожалению, мало того, что у нас люди не доверяют политикам, у нас люди перестали доверять органам государственной власти. Вот это самое плохое. И к сожалению... Потому что видимо они так же привязаны к политике или политически ангажированы. По-другому и невозможно. Мы с вами прекрасно понимаем, что все органы государственной власти хотим и не хотим они политически ангажированы. То есть нельзя сказать даже если ты избираешь правительство технократов, как модно это слово профессионалов, то в любом случае она политически ангажирована, она зависит от политики, которая проводится в том же парламенте. Потому что в конечном итоге законы принимаются парламентом, законопроект рассматривается парламентом, а в парламенте находятся депутаты, которые являются политиками. и вот но при высоком уровне жизни соответственно человек понимает, что если я хочу сохранить этот уровень жизни, значит первое, я должен прийти к этой урне для голосования и второе, я должен проголосовать правильно. За тех, кто защищает мой уровень жизни и делает возможный рост. или может быть я должен проголосовать за других, которые смогут защитить этот уровень и поднять его. Но человек уже начинает думать. А когда сегодня вот такая ситуация, что я не знаю, что будет завтра, конечно у меня апати. Я думаю, да зачем мне идти к этим урнам и голосовать за кого-то, может действительно я соберу семью и чемодан и уеду из этой страны, потому что я в нее не верю. То есть у нас сегодня и у нашего политического класса, который сегодня находится в парламенте, основная цель вернуть людям веру в наше государство. Вот когда мы вернем веру в наше государство, когда мы начнем у наших детей воспитывать патриотизм к нашему государству, который будет говорить, что мы Молдова, мы независимые, здесь хорошо, мы процветающие, да, ну мы с вами помним, когда называли Молдову процветающим государством, солнечной страной. Вот почему нельзя вернуть, можно вернуть, но для этого наши политики все-таки должны думать не о своих узкопартийных каких-то интересах, а садиться за стол переговоров, проводить диалог, находить общий знаменатель, как из Молдовы сделать процветающее государство. и вот если сегодня найдутся те две, может быть три, может быть все три партии, вот после разговора с Игорем Николаевичем 2 апреля в 12 часов, они могут вообще сказать, слушайте, ребят, и у нас есть программа, и у нас есть программа, и у нас, а давайте мы создадим большую коалицию из трех, возможен такой вариант, сделаем общую политическую программу, поэтапную, или как угодно разбить фракции, фазы. Знаете, как, сделаем план на четыре года, вот нас избрали на четыре года, давайте мы сделаем план на четыре года, как мы, раз, повышаем уровень жизни людей, два, разбираемся с всеми внешними кредитами, три, делаем инвестиционно край более благоприятным, чтобы к нам пошли инвестиции, начали строиться предприятия, появлялись рабочие места, четыре, открываем европейский рынок, расширяем и пытаемся туда добавить продукцию, которая туда идет, мы открываем евразийский рынок, чтобы заработала наша агропромышленный комплекс в полном объеме, и поверьте мне, через четыре года, когда люди увидят эти изменения, и уровень жизни поднимется хотя бы процентов на 15-20 за четыре года, они уже по-другому придут на выборы, по-другому отнесутся ко всему, поэтому они должны, вот этот диалог и должен проходить, вот в таком ракурсе, и это нормально. Ну что, будем ждать результатов диалога, который состоится уже в ближайшем будущем, 2 апреля, во вторник, в государственной резиденции президента. Сергей, спасибо вам за этот разговор, единственное, что добавлю, по поводу непрактичности к нелюбви к России, вот это сегодня утром доказала Норвегия, Норвегию нельзя заподозрить особой любви к Российской Федерации, тем не менее, страна, которая регулярно проводит учения НАТО, где фермеры терпят солдат НАТО, которые вытаптывают их выражения, буквально сегодня утром, как следует из ленты новостей, попросили помощи Российской Федерации в спасении 140 человек, которые терпели бедствие на одном из паромов, потому что у Норвегии не оказалось средств для такой операции, поэтому, в общем-то, видите, нелюбовь к тому или иному государству может аукнуться очень даже неприятно. Спасибо за сегодняшний разговор, будем следить за тем, что происходит далее. Вы смотрели программу «Персональный акцент», у нас в гостях был доктор Права, советник президента по межэтническим вопросам Сергей Мишин. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. «Персональный акцент»